Этот участок после очередного сильного оползня считался аварийным. Проезжать по нему боялись даже опытные местные автолюбители. Общественный транспорт ходить перестал. Погос Срабян живет в прогрессе с рождения. Говорит, проблемы с дорогой были всегда. Село Горное, грунтовые воды постоянно размывают трассу. Сейчас нормально. Делают дорогу. Вот немного осталось. Тротуары, ливневые отводы и дорожное покрытие. Закончить работы планируют к концу третьего квартала этого года. Администрация Сочи активно добивалась решения этой сельской проблемы. Финансировали проект из бюджета управления автомобильных дорог Краснодарского края. На ремонт автотрассы было выделено более 170 миллионов рублей. Сумма немалая. Большая часть средств пошла на борьбу с оползнем. В части для остановления данного оползня были выполнены работы по установке 43 буронабивных свай длиной до 25 метров и глубиной заложения розверков до полутора метров. Были проведены работы по установке подпорной стены длиной более 100 метров. В Раздольском округе уже отремонтировано более трети сельских трасс. Это почти 25 километров. Приведены в порядок тротуары, ливневки и ограждения. Решаются и другие застарелые проблемы сельского округа. В прогресс уже поступает голубое топливо. Час домов подключены к газопроводу. Сейчас завершена вторая очередь работ. Жители также активно участвуют в благоустройстве села. В прошлом году местный совет ТОС был признан лучшим по Краснодарскому краю. В качестве приза в бюджет прогресса было направлено полмиллиона рублей на благоустройство. На эти деньги отреставрировали памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Игорь Кыр по телекомпании ФКТ